Добрый вечер. Сегодняшняя тема по КТ и как с этим бороться. Качки спортсмены есть, качочки, штангисты, пауэрлифтеры, все кто когда-то был завязан с употреблением запрещенных витаминов. Заметьте, что Фитрекс доверяет эту тему только самому безбашенному участнику своей команды Михаилу Викторовичу Кокляеву. Пока что про ПКТ никто из моих друзей из команды не говорил, поэтому эта честь выпала мне. Самый хайповщик это Михаил Викторович Кокляев среди всех щелочей. Этим я и горжусь, этим я подкупаю народ и его доверие. Потому что практически всегда говорю то, что думаю, думаю, то что чувствую, а чувствую то, что вижу. Друзья, поэтому стесняться мне нечего. У меня была программа такая ПКТ, переводилась она так демократично, пока как-то так. Ну а на самом деле это аббревиатура переводилась как посткурсовая терапия. Это то есть еще раз повторюсь, после того, как человек решил спрогрессировать за счет употребления запрещенной спортивной фармакологии. Что могу сразу же сказать в начале нашего эфира. Друзья, все кто решил, так скажем, отравиться. Все кто уже травится, по-другому это не назову. По вашему желанию это все происходит. Поверьте, никто вас не заставляет. Всегда даже спортсмены, которые великие спортсмены, они говорят, что это вред. И я говорю, что это вред. Просто так ничего не проходит, все эти употребления. И в конце концов репродуктивная функция, а именно мужского организма теряет свои функции. Происходит дисфункция репродуктивной системы. То есть половые гормоны. Вот эти все. Общий тестостерон, лютонизирующий гормоны, гормон лютонизирующий, фолликостимулирующий гормон, все эти вещи падают. Знаю об этом, сразу же говорю, поверхностно, в плане того, что мнений много. У людей, именно у знающих, как будто людей, вроде как будто они изучали, как будто они читали какую-то литературу. Но, по крайней мере, я для себя не встречал ни одного знающего человека, который бы мог бы мне, поглядя на мои анализы, на мои анализы именно это общий тестостерон, лютонизирующий гормон, фолликостимулирующий гормон, ГСПГ, глютамин, ГСПГ, вот даже забыл, как ГСПГ первый. Глобулин, связующий половые гормоны, то есть про гастерон, по ним сказать конкретно. Однажды я дал трем людям анализы скинул, и каждый дал свою оценку на мои анализы. То есть четкой одной позиции на это, на мои анализы именно репродуктивных гормонов, четкой одной позиции у каждого из трех знающих людей ее не было. Люди в основном, одни говорили, что нужно начинать с ганатотропина, другие говорят, что нужно начинать, поглядя на мои анализы с тамоксифена, третьи говорили, что нужно было начинать с колостилбегита, то есть это все аптека, да, для того, чтобы возвратить свою, скажем, половую систему в норму, да, чтобы все было нормально, чтобы количество общего тестостерона хотя бы достигло среднего референсного значения. Поэтому для себя, то есть я испробовал все схемы, которые мне посоветовали, сидел очень долго с тысяча, с тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, с две, с 2015 года по, наверное, с, получается, был такой курс у меня до октября и еще, получается, ноябрь. Отдохнул из декабря по март, вот такой был длинный курс, по большому счету, ну, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Семь месяцев у меня длилось мое ПКТ, которое, в принципе, седьмому месяцу ничего не поменяло. Быть может, это мой случай, такой тяжелый, что все мои показатели были, ну, тестостерон был чуть выше референсного значения, ну, а ФСГ и ЛГ были ниже референсного значения даже через семь месяцев. Потом просто я завершил это ПКТ и просто дал себе отдохнуть без всех этих, без употребления вот таких вот всех вещей. Там Максифена и прочие-прочие ерунды вот это. Я не знаю, такое ощущение, что это какая-то, то ли люди на этих консультациях зарабатывают, то ли еще что-то. Ну, один человек, никто с меня денег не взял, потому что понятно, что я дам потом какую-то, если у меня что-то сдвинется с места, я дам какую-то оценку этому человеку и скажу, вот он знает, как сделать правильное ПКТ. Единственное, что могу сказать, я завязал с этой запрещенкой, я считаю, что это запрещенка для организма. Сделав МРТ брюшной полости, посмотрели в печень, они в печени обнаружили, вот впервые я говорю об этом, в печени обнаружили образование, образование кисту. И большое спасибо моему другу и врачу Андрею Золотареву за то, что, посмотрев на эту кисту, отдав ее правильным врачам в руки, он посмотрел и сказал, Миша, что это доброкачественное образование, поэтому не стоит переживать по этому поводу, но нужно все-таки себя держать в рамках здорового образа жизни, что редко я, бывает, и нарушаю со всеми этими банкетами и прочими вещами. Спасибо, ребят. Значит, к чему перейдем? Единственное, что я, конечно, согласился с правильными людьми, которые сказали, не надо вот это вот серьезные вещи, потому что даже тамоксифен и клустилбегид являются, ну, так скажем, похожими на гормоны препаратами, которые могут нарушить твою репродуктивную функцию тоже. И, пользуясь советом одного из знатоков, это вот именно Золотарева Андрея, я начал употреблять такие препараты, как трибулус и экдостирон. Не буду уже, понятно, не буду говорить, какой марки продукты употреблял я, но на сегодняшний день могу только одно сказать, именно почему и фирмы сделали этот именно ПКТ, могу сказать, что на сегодняшний день именно Фитрекс нашли хорошее сырье и выпускают прекрасно два новых препарата, экдостирон и трибулус. Вот, пока что на сегодняшний день я их не употребляю, потому что нахожусь в состоянии подготовки, но на приближайшем ПКТ, которое у меня будет в ноябре месяце, я, конечно, к ним обращусь. Но, пользуюсь такой возможностью, имея эти препараты, именно препараты спортивного питания, потихонечку даю их своему сыну Михаилу Михайловичу Кокляеву, потому что парень занимается активно спортом и начинается у него учебный год, очень сложный будет учебный год, последний год, где, конечно же, занятия спортом прекращать он не собирается, и поэтому именно вот эти вещи, они, я думаю, будут стимулировать, так скажем, выработку его тестостерона для того, чтобы компенсировать ту затрату энергии, которую он будет тратить и на учебу, и на боксы, плюс еще плавание добавляется. Вечный курс, когда, курс тогда остается, ну, вечный курс, вечный курс, пока до вечного курса, я думаю, еще рано, потому что 40 лет только, зачем вечный курс, пока что с перерывами все это происходит, поэтому сегодня единственное, что не хватает времени четко подготовиться, потому что все правильно, поможет только отдых, поможет только отдых, хороший отдых, именно начиная с марта месяца к маю месяцу в среднее референтное значение дошли мои показатели в фолликулостимулирующем гармонии, в лютонизирующем гармонии и, в общем, тестостероне. Ну, вам 46, нет проблем. А сколько вы поднимали в юном возрасте? Какой у вас результат? Вот мне Виктор Барковский. Вот у меня к вам вопрос. Сколько вы поднимали? Занимались ли вы гиперактивно спортом? В юном возрасте, уже, так скажем, в зрелом возрасте после 30 лет? Сколько вы поднимали, что вы делали? Потому что понятно, что моя история спортсмена, она очень долгая. В этом году, 11 октября, будет 26 лет, как я занимаюсь, именно тяжелым видом спорта, тяжелыми видами спорта, железными видами спорта. Привет, привет. Да, еще увидимся в этом году на SNPRO, на нашей площадке FitRex. Еще раз пожму, 150 на 6. Ну, довольно-таки неплохо. Но вот если было 250 на 6, я понимаю так, что это в жиме лежит 150 на 6. Если в организме тестостерон вырабатывается в норме, есть ли смысл принимать адгестерон? Есть такая у тестостерона, вообще у организма в целом, есть такая штуковина, как уставать. Поэтому все равно, даже если при хорошем тестостероне, при сдаче анализов на тестостерон, все равно врачи советуют, именно эндокринологи, и андрологи советуют все-таки за сутки, за двое перед сдачей тестостерона, именно анализов на тестостерон отдохнуть, пораньше лечь спать, чтобы был четкий показатель, четкий анализ вашего уровня общего тестостерона. То есть, задав вопрос врачу, я их задавал очень много разным врачам, что то есть, если я плохо посплю, и если у меня до этого анализа была хорошая нагрузка, то есть, за ночь до этого, то есть, я сегодня потренировался, если завтра мне сдавать анализ, то есть, может показаться, может анализ показать плохой результат, врачи все говорят, что да, анализ будет хуже. То есть, из этого мы делаем вывод, что тестостерон имеет такую способность падать после нагрузок. То есть, чтобы его поднять, нужно все-таки что-то такое скушать, которое простимулирует его выработку. Вот именно такие спортивные препараты, препараты, как трибулус и экдостерон, они для этого и предназначены для того, чтобы поднять его, то есть, простимулировать тестикулы на выработку тестостерона. То бишь, тестостерон сам как гормон будет участвовать в анаболизме, так скажем, в скорейшем восстановлении вас после нагрузок. Ну и, соответственно, кушать надо. То есть, это не значит, что ты сейчас тренировался, пришел домой, съел экдостерона и лег спать. Конечно же, нужно хорошо кушать. Должен быть рацион, так скажем, с соблюдением ЖБУ, употребление жиров, белков и углеводов. Это однозначно. То есть, нельзя есть одни таблетки или одни поливитамины и быть в форме однозначно. Да, я и так отдыхаю. Единственное, что про стан. Именно что про стан? Станозолол. Я ничего не скажу, потому что у нас сегодня тема ПКТ. Используете ли плазмаферез на ПКТ? Нет, я не использую плазмаферез на ПКТ, потому что один грамотный, опять же, доктор Золотарев посоветовал мне этого не делать, потому что мы детренируем наш организм справляться с, так скажем, с болезнями, делая плазмаферез, подавляем тем самым работу именно иммунитета собственного. Понимаете? Мы за счет того, что мы влазим в свой организм. Кровопускание, да. То есть это люди советуют. Я сам это лично практикую, я сам являюсь донором, сдаю кровь, правда, раз в два месяца. Поэтому после этого чувствую себя очень даже хорошо. А что касается плазмафереза, я его не делал. И считаю, что именно делая плазмаферез, не то, что там, как говорят, Володя из-за плазмафереза ушел из жизни. Нет. Просто доктор грамотно сказал, что плазмаферез это вмешательство в работу организма. Организм сам должен справляться. Понятно, если у вас там какое-то заражение крови или что-то конкретное, какая-то болезнь. Но если вы хотите просто почиститься или еще что-то, то я думаю, что плазмаферез вам не нужен. Если вы здоровый, крепкий организм, который способен справляться сам с этими зашлаковываниями так называемыми и прочими вещами, которые влияют на ваш организм, мне кажется, он не нужен. Но опять же, это доктор мне сказал не делать. Поэтому все, наверное, индивидуально. Может, кому-то и трибулус не идет. Может, кому-то не подойдет и дестерон. Поэтому нужно это все под четким контролем. Ребят, спасибо вам за пожелания. На бисом строгий, строгий 100 килограммов поднимал на раз возле стены. Но это было давно и неправда. Это было, наверное, году в 14-м. Последняя, когда хорошая подготовка была. Поэтому вернемся к нашему ПКТ. Мое ПКТ за счет именно спортивной аптечной фармакологии, оно ни к чему не привело. Вот и все. Вот мой совет. После того, как я перестал употреблять эту аптечную фармакологию, я просто перешел на отдых. Три месяца мне хватило для того, чтобы восстановилось до среднего значения референсного мои основные вот эти гормоны. Поэтому как-то так, ребята. Но именно хочу обратить внимание, что в этот момент, когда я отошел в основном от аптечной фармы, был омега-3 жирной кислоты, то есть был рыбный жир, был требулус, был экзистерон. Вот. Как контролируете холестерин? Как контролируешь? Сдаешь, смотришь, вроде нормальный. Но опять же, один пониженный, другой повышенный. И в целом риск все равно существует. Занимаясь этим видом спорта, которым я занимаюсь, я просто поднимаю все. Тяга, присед, жимы возможно, какие-то камни поднимаешь, еще что-то. Там, понимаете, без питания, без поедания всего подряд сложно что-то поднять. Как только начинаешь садиться на диету, сила падает. Сиалис. Сиалис? Ну, сиалис, он только, что он, я не знаю, стимулирует ли он выработку тестостерона, но единственное, что он влияет на на эрексу, и все. Вот, больше ничего. И ел я сиалис по 5 миллиграмм каждый день в течение, наверное, месяца. Смысл только, ну, стояк и все. Извиняюсь, ребятушки, больше ничего. То есть, как были ФСГ, ЛГ и общий тестостерон на низком уровне, так и оставалось. Дестостерон при натурах и рабочая штука вообще. Что можно сказать о препарате? Рабочая штука в общих Дестен пришел к нам с Узбекистана. Вот, то есть, это растительный такой анаболик. Раньше он назывался еще Ратибол. Вот, то есть, в моей практике он начался у меня с 1997 года. Назывался он такая белая баночка, назывался он Экдестен. Но, единственное, что дозировки вот этой баночки, я не помню, по-моему, там в банке было, если не ошибаюсь, 30 или 50 таблеток. Ее хватало очень на мало, потому что приходилось в день на мою весовую категорию там 5-15 таблеток тогда есть. Я выступал в супертяжеловесах. Чем чистить печень после курса, что посоветуете? Ну, я не знаю, после курса. Говорят, что после курса нужно просто сбавить количество белка. Так говорят, что тоже всего нужно снизить. Потому что именно этот белок после курса при низком количестве тестостерона у него усваиваемость такой нету, как на курсе. Поэтому все, что вы съедаете, все пагубно влияет и на почки, и на печень. Именно белки. Поэтому, чтобы понять, что нужно делать дальше, наверное, нужно снизить белки, нужно снизить количество поднимаемых килограммов уже после курса на ПКТ. То есть, многие стараются, когда уже бросят все, стараются, но верят в сказки, что сейчас я продержусь без ничего, поподнимаю такие же объемы, которые я делал и на запрещенной фармакологии. Но это не так, поверьте, ребята, вы потихонечку себя разрушаете. Потихонечку себя разрушаете, поэтому не верьте, даже если вы молодой человек, не сбавляйте количество белка, сбавляйте количество часов и объем, тренировочный объем. Если кто-то говорит, что там можно и 8 часов в зале пахать и все усвоится. Конечно, если у тебя там, извиняюсь, 3 грамма в неделю, да, конечно, ты можешь вообще из зала не вылазить. Но я считаю, часа в хорошем темпе тренировок достаточно. без допинга после 30 есть смысл, чтобы результаты были. Я не знаю, я не пророк в этом деле. Я могу только одно сказать, что в моей жизни было часто много таких моментов, когда приходилось тренироваться без всего. мы старались долгое время с женой зачать второго ребенка Диану Михайлову, дай бог и здоровья сегодня. И был такой момент, что около, наверное, 9 месяцев я был и без ничего, но скажу, это был 2009 год, практически 9 лет, 10 лет назад. Тогда еще что-то я мог в эти 29 лет что-то поднимать. в 30 тогда мне было без ничего, но недолгое время, конечно же, результаты немножко был небольшой откат. Поэтому, как думаете, можно ли совместить бодибиллы к сушку и жим лежа? Нет. Нет. Посыпитесь. Результаты посыпятся, есть возможность, риск, что вы можете травмироваться. Поэтому, мой совет, я говорю, ребята, лучше довести до часа в среднем темпе, не то, что там подход сделал, и 5 минут по телефону разговариваешь или лазишь в интернете. То есть, подход сделал, дыхание восстановилось, подходи. Подход сделал, дыхание восстановилось, подходи. Сделал 3 упражнения на все группы мышц, 3-4, в течение часа это можно все сделать. и в принципе все. Но опять же, еще раз говорю, если вы собираетесь как-то что-то добавлять, все равно нужно декомпенсировать, компенсировать, вернее, свои нагрузки. Это все равно без спортивного питания будет сложно сделать. То есть, для жизни в целом, того рациона, которого у вас есть, рацион еды, его в принципе будет хватать. Уже проверено, по крайней мере, мною проверено, что тяжело, тяжело без спортивного питания сделать какой-то скачок в результатах. Здравствуйте, Павел. Как вылечить суставы? Ну, это же нужно, я же не могу сказать, вот, допустим, если бы сейчас, если бы я был каким-то там оракулом, вот мне сказали, там, Леха, 1986, как вылечить суставы? И у меня раз на айфоне появляется такой спектр, спектрограмма такая вашего опорно-двигательного аппарата, я так смотрю, и у меня сразу же перед глазами, ага, остеоартроз. Я думаю, ну что, вам нужны хондропротекторы, там, или еще что-то такое, ну что, отдохнуть вам надо, то есть я бы дал вам сразу же какой-то там, не знаю, совет, после того, как я увидел, что у вас с организмом, я еще раз говорю, нужна клиника, нужно понять, что у вас, что можно принимать такое, чтобы были результаты без побочек. Такой вопрос вроде простой и на тот же момент сложный, что можно употреблять. Все, что можно употреблять, после чего в боку не колет и болт стоит, то и можно употреблять. После все, ночами не потеешь, хорошо засыпаешь и аппетит не падает, и температуры нет, вот это и можно есть. Это такое, конечно, с моей стороны ирония, может быть, для кого-то сарказмом покажется, мне тоже, опять же, что можно есть. Все, что сегодня в магазинах спортивного питания продается, но я всегда советовал, советую и буду советовать, старые, испробованные какие-то вещи, эти, БЦА, аминокомплексы, л-карнитин, креатин, рыбный жир, то есть, протеины, геймеры какие-то, то есть, я даже нового ничего и не вижу, потому что нет смысла это использовать для меня, потому что в основном всегда новый продукт появляется, он всегда за облачной, за облачной цены и как кроссфит не следованный, понимаете, можно ли ставить. вот, хороший вопрос, ладно, про сустанон, если вам это про выпишет на, то есть, вы придете к андрологу, он посмотрит ваши анализы, если у вас с анализами туго, если ваш общий тестостерон на уровне нижнего референсного значения, а может и ниже, если он спрашивает, как вы себя чувствуете, как вы живете, со своей женой, хватает ли вам сил жить, не утомляетесь ли вы, если вы скажете, с женой все плохо, устаю, раздраженный, он скажет, ну это понятно, потому что у вас понижена тестостерон, и он вам выпишет рецепт, и вы спокойно пройдете и купите себе в аптеке тестостерон, вот и все, то же самое сустанон, извиняюсь, если сейчас эфир пропадет, это значит, кто-то мне позвонил, или я сморкаюсь, или у меня пучит живот, вот сейчас я высморкался, потому что болею со вчерашнего дня, что по аптечной фарме, а что аптечная фарма, я не удивлюсь, если аптечную фарму скорой рибоксин запретят, вот какой-то слух прошел, что вроде как наши друзья, западные партнеры решили ловить нас на вдохах нашатырного спирта, байкали спасибо большое за пожеланием, вот, поэтому я не знаю, может быть, они завтра запретят рибоксин аптечный, или магнирот, или калиаратат, то есть, они будут смотреть еще за уровнем микроэлементов в крови, и у кого они превышаются, тогда их будут тоже дисквалифицировать, я их вообще не могу понять, что им нужно, но по крайней мере на сегодняшний момент из аптеки, что осталось, что можно, тамексидол, это точно, рибоксин, это точно, цитофлавин, это точно, актовигин, вот под вопросом до сих пор не знаю, можно ли актовигин, лично ваш какой набор был, мой набор в мое время был мелдронат, актовигин и рибоксин, а еще неатон, вот, и аптечный л-карнитин в ампулах, вот что было моим, плюс еще на каких-то интенсивных тренировках именно по килограммах, при килограммах панангин, ну и группа В, витамин С, кстати, хорошо, фолиевая кислота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...